Клинки звенят, соревнования в самом разгаре. На помостах специализированной школы имени Аганесса Крикорианца люди в Белом сражаются на шпагах и саблях за лидерство. 107 спортсменов из пяти регионов Красноярского окрая, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей оспаривают звание победителя чемпионата Сибири. Видов несколько, поэтому и шансов отличиться у спортсменов больше. Кому что нравится. Различия существуют, во-первых, это в приемах. Например, в рапире, в сабле, там смотрятся фразы. В шпаге здесь нет такого разграничения по фразе, кто первее уколол. А вообще судить шпагу легче. Кому нравится судить, что-то разбирать, какие-то сложные правила. Не всем это нравится. И лично на шпаге, насколько мне известно, больше фехтовальщиков, чем на остальных видах. Со шпагой в руках на этом турнире можно увидеть как совсем молодых, так и спортсменов уже достаточно опытных. Сами участники утверждают, фехтование – песня долгоиграющая. Спорт, почему меня он именно привлек, то что им можно заниматься хоть до 100 лет. Это очень долголетний спорт, что проводятся соревнования среди людей и 80 лет, и 55, и 65, что каждый может себя найти. Плюс вы можете понаблюдать за боями, каждый фехтует по-разному. Есть люди крупной комплекции, как я, я фехтую по-другому, стараюсь как-то больше использовать силы, силовые атаки. Люди, которые обладают меньшей комплекцией, они работают на точно. То есть каждый может найти уникальное, на что он способен. Чемпионат Сибири – своеобразная путевка в спортивную жизнь. Этот турнир уже не любительский. Бои здесь уже принципиальные, как и соперники. Ну, в основном конкуренция у нас идет, в основном, это представители города Новосибирска, потому что их школа фехтования очень сильная, имеет очень исторические, как бы, такие традиции. Мы, как бы, к ним, как говорится, стараемся, к ним, как говорится, не уступать им. Вот, ну и там, как говорится, вот, в Красноярске спортсмены неплохие, Томска тоже, они, как бы, такие города, которые могут, как говорится, в нужный момент, как говорится, испортить настроение. После двух дней напряженных баталий чемпионата Сибири судейская бригада назвала имена победителей. Денис Степанов и Александр Трушаков стали чемпионами. У женщин равных не было Алини Масейко и Марии Синер. Эти спортсмены гарантированы в составе сборной Омской области по фехтованию. Мы поздравляем ребят.